всем привет ну вот мы в очередной раз добрались до армянской кухни кололик или второй вариант будет урфа кололик это суп с фрикадельками так назовем сейчас там нет картошки естественно там совсем другие ингредиенты для этого потребуется нам полтора килограмма бараньего фарша отдельный историю расскажу про этот бараньи фарш 300 грамм риса зелень петрушки и чуть-чуть по вкусу кинзы две луковицы довольно большие значит 6 яиц сливочное масло дробленый черный перец и зелень под названием тархун астрагон так называемый вот вот он такой замечательный тархунчик тоже нам пригодится ну что начнем так приготовим фарш сюда в кастрюльку нашу надо будет сделать просто будем месить перемешивать и это потребуется большая посудина значит сюда 6 яиц кололик и урфа кололик отличается тем что добавляем масло внутрь котлетки отдельно котлетка это кололик а урфа кололик это с маслом значит сюда добавляем пока не буду сейчас возиться сейчас мелко нарежем лук кололик я ни разу не пробовал не буду врать не буду придумывать был в армении очень понравилось прямо хоть не уезжай но кололик ни разу не пробовал надо помелче нарубить слезы счастья половину лука нам нужно положить фарш а половину на сковородочку обжарим с маслом вот так вот раз примерно 55 процентов да точно может еще вот эту луковицу значит так эту луковицу мы кладем фарш так так это в сковородочку и обжарим с маслом на масле ставлю на огонь так ну сюда добавляем соль вот такой прямо чтобы котлетки были соленые нужно чтобы было все нормально по соли сразу же маленькие 2 чайных ложки на полтора килограмма считай эстрагон нам нужен другое место и сразу же добавляем сюда перец по вкусу и сюда нарезаем петрушку зелень петрушки совсем пеньки я сюда естественно нарезать не буду ну и чуть-чуть кинзы буквально чтобы было в рецепте в рецепте только петрушка кинза это уже там скажем моя произвольная программа мелко мелко режем как можно мелче ну что вот я нарубил зелень и закладываю ее вот сюда в мясо раз и заложили теперь для того чтобы вот эти пеньки от зелени не выкидывать а получить из них какую-то пользу я вот так вот беру перематываю как мы делаем это все в уху или в какие-то другие интересные вещи в походах вот такая штучка надо просто в бульон раз отпустить и она выварится пока мы сейчас лепим фрикадельки вот эти вот шарики мы вот это вот все штучку кастрюлю то же самое делаем с эстрагоном то же самое буквально раз 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 пока мы лепим шарики он пусть вываривается так взвешиваем 150 грамм крупы пшеничной пшеничная крупа вот сюда и потихонечку заталкиваем и перемешиваем чтобы шарики были такие густые хорошие если у вас фарш вдруг получился такой жидковатый то можно в него пшеничную крупу вот у меня получилось на 2 на полтора килограмма мяса получилось 150 грамм пшеничной крупы так вот раз его все совершенно другое дело сейчас еще крупа будет впитывать сделать его еще суше а соответственно будет лучше лепиться ну что начинаем делать шарики вот такой чайную ложку беру раз и начинаю вот такая вот красота раз шарик а я вам обещал рассказать про фарш готовил я недавно на одном мероприятии вечер кулинарный вечер с андреем макаревичем и инат кляйн мы готовили израильскую кухню и там было блюдо из баранины по традиции как бы запасают всегда больше чтобы хватило на всех и вот осталось три таких лоточка фарша осталось и мне андрей вадимович говорит мы берем два бери тоже что-нибудь приготовишь у себя в блоге ну вот пожалуйста этот фарш сейчас перед вами в виде армянского супа кололик и урфа кололик взял я этот рецепт в книге армянской кухни кстати у нас уже есть на канале один армянский суп замечательный из чечевицы посмотрите там с лук резанец идет хорошая штука получил картошечка помню замечательный вкус поэтому посмотрите пожалуйста и приготовьте по этому рецепту мы ездили нам посчастливилось быть в армении вместе с иной с алисией на машине мы заехали со стороны грузии в юмри побывали потом поехали через долину поехали в ереван с высокогорье спустились там холодно холоднее всегда в гюмри потому что высоко были в ереване ходили и музеи погулять по улицам гуляли вот потом уехали в сторону их от надзора к друзьям потом уехали в сторону озера сиван тоже через такой перевал проехали через город в котором жил друг мимино дележан через город дележан где самое второе место в мире вода по чистоте занимает красота красивая страна хорошие люди весело красиво купили там много русских книг кстати ехали на курорт потому что и купили книг книги продаются на русском языке в магазине все говорят на русском ну в общем дружественная страна хорошие люди ну вот аурфа кололик будет сделано в отдельной кастрюльке вот это вот кололик стандартный а эту я вот у меня давно уже стоит кастрюлька новая не было все повода ее как-то распечатать а вот тут мы возьмем да и откроем новенькую темно-синюю и обновим сразу же даже вот деньги упали паспорт кастрюли упал надо потом почитать вдруг что-то ценное напишет так а отличается она вот чем мы берем значит котлету так точно также лепим смотрите делаем дырку или как называется отверстие технологическое и мороженое масло раз туда туда чпок запаковываем и вот сюда вот раз 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 и лепим все внутри масло получится масло естественно должно быть жесткое замороженное потому что но по-другому вы его просто туда не засунете он не сформируется не затолкаете вот она мягко ну то есть из из морозилочки желательно я открою вам небольшой секрет вот для того чтобы вот всю эту армию завалить в бульон значит мы взяли одного из этих вот бойцов бросили на разведку для того чтобы посмотреть развалится эта вся история или не развалится представьте мы такие снимаем программу такие все потом закинули они все там и развалились конечно здорово но мы уже забросили одного и пойдем сейчас смотреть как он там себя чувствует ну вот все бульон кипит мы пришли посмотреть как первый парень там чувствует себя вот он смотрите какая красота первый пристрелочный наш а что это так быстренько смотрите не забываю вытащить наш тархун и петрушка свою миссию выполнил можно их выкидывать дальше что у нас тут все перемешано весь бульон который мы варили из травы сейчас откладываем просто если мы в полную кастрюлю за заложим такое количество этих котлеток то тут вообще все выводится поэтому раскладываем на две части на ту кастрюльку новую которая будет вариться котлетки со сливочным маслом и на классическую вот примерно так наверно в этом соотношении да сюда я выкладываю лук в этом же соотношении посмотрите так вот оставшиеся вот сюда то же самое мы делаем с рисом тут просто нужно оперативно не только на камеру сколько нужно оперативно все делать вот я так беру рис уже промытый замоченный все выкладываю сюда 1 2 3 ну и часть сюда конечно сейчас все закипит и начнем закладывать котлетки наши внутрь бульона внутри кастрюли ждем когда закипит вот так вот вот она смотрите сразу же сюда с маслом буду закладывать чтобы они равномерно все проварились пошли 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 с такой же очередностью как как парашютистов выкладываю кидываем желательно конечно чтобы кипение не прекращалось но в принципе этого достаточно будет для того чтобы быстренько мясо сразу же обваривалась и успевала схватиться вот закидывая последние вот эти котлетки я надеюсь многие из подписчиков поняли идею 500 супов которая называется вот где это можно увидеть ютьюбе я не знаю я не видел может быть я плохо искал а еще сколько впереди разных интересных супов поэтому подписывайтесь ставьте лайки последний все а если вам эта идея вообще показалась супер интересной поделитесь в своей соцсети вариантов армянских супов итальянских деревенских таких супов и в сербских супов немецких супов датских супов и прочих других супов редких прямо которых но не найдешь в интернете и даже не представишь мы здесь будем воплощать тем временем в маленькой кастрюле кипение почти не прекращалось а в большой вот она уже снова так возобновляется смотрим все нормально как только все возобновит кипение мы убавляем огонь и ждем до готовности риса и естественно до готовности тефтелек но пока мы не разрежем тефтельку мы это не поймем а рис примерно мы сможем выловить попробовать рис и как только будет готов рис так сразу будут готовы и тефтельки все ждем раз два три сегодня необычный выпуск сегодня мне еще раз придется сходить потому что мы делали фактически два супа в одном это будет один выпуск естественно это кололик а это урфа кололик отличаются они фактически только тем что внутри вот этих вот шариков кололиков фрикаделек больших техтелек таких находится масло посмотрите какая красота ну что давайте пробовать сначала пробуем бульон а потом замечательный тархуном пахнет и травой и петрушкой тархун прямо здорово отдал легкость ну чисто соли не хватает чуть-чуть вот буквально совершенно немножко но это можно засадить прямо внутри тут тоже самое в принципе то же самое только бараний бульон трава лучок чувствуется естественно тот который мы пассеровали и запах эстрагона придает ну вообще необычность такому блюду давайте попробуем как у нас получаются вот эти вот шарики две штучки сразу же достаем отсюда так и попробуем их разрезать так вот как получается шарик простой кололик видите все он проварился внутри все здорово вот они как растаяли внутри масло растаяло и вытекло прямо ну просто вообще как из киевской котлеты из котлеты по киевски вернее фантастика серьезно просто фантастика классная вещь а что тут в общем то не классного фарш баранина пшеничная крупа яйцо зелень перец соль еще лимончиком закусить вот так вот можно внутрь лимон не надо нельзя рядом надо закусывать особенно вкусно на таком контрасте мясной раз лимончик потому что там тархун тоже освежает такую легкость такую придаёт вообще супер на самом деле спасибо армянам за такой замечательный суп делали мы его со всеми съемками часа полтора сегодня было несколько открытий это конечно вот этот замечательный суп кололик также мы сняли предыдущие выпуски наших нашего сериала 500 супов и приготовили суп папа тут с картошечкой и пельменями и замечательный суп все мне башки все вылетело у нас уже крыша едет под конец третьего подряд съемочного дня кастрюли не успеваем уже увозить а если кто-то мне напомнит какой мы сегодня суп делали с тетеревым точно все семён семёныч значит с тетеревым подписывайтесь на наш канал ставьте лайки колокольчики в первой строке в нашем описании есть ссылка на бренд и на модный дом алисе фиори перейдите пожалуйста под ссылочки всем все те кто кому интересно а у кого есть дети и кому интересно модная одежда для девочек для мальчиков и женская одежда и совсем скоро появятся там новая коллекция джинсов поэтому пожалуйста переходите по ссылкам там много всего интересного и новые выпуски скоро на канале 500 супов шеф-шаров будем готовить много интересных супов пока до свидания